Итак, мануальная оправка шеи, когда человек лежит лицом к небу, спиной на столе. Значит, мы уже все подготовили, растянули, размяли шею, да, с той стороны, вот почувствовали, как она расслаблена, вот как будто бы, вот там вот пальчики подставили и как будто она качается, вот буквально на одной точечке, да. В этот момент можно начинать работать. Конечно, некоторые делают там вот, раз, резкий рывок и сразу там прокрустить все, вплоть до четвертого, пятого позвонка грудного. Но мы подойдем дифференцированно. Если мы обнаружили, вот так же можно, там боковые, боковые вот отростки посмотрели, поперечные, посмотрели остистые отростки, себе представили картину, такую в 3D, как бы вот остистый отросток выпирает сзади, вниз, да, но если он повернут, то, соответственно, боковой отросток тоже разворачивается и немножко выпирает вбок. Есть немножко такой муфт. Вопрос в том, что второй позвонок, вот остистый у Аксиса, да, он раздвоенный. Бывает такая обманка, что мы как бы вот щупаем здесь, они все в одну линию, да, а вот тут за слоем мышц второй не можем нащупать. Тогда по боковым как раз вот этим отросткам мы понимаем, что он съехал, да, то есть вот где боковые. Вот грузино-сосцевидные мышцы прошли, вот прямо вот здесь вот, вот Атлант, и прямо сразу вот этот второй позвонок. Значит, проверили на наклоны, на ротацию, на кивок вот такой. Ну, у тебя сейчас все на месте. Вот тут немножко третий, третий упирает вот здесь. Значит, упираемся тогда ровно в третий позвонок с движением. То же самое, что мы делали, когда лицом вниз было. Значит, 45 градусов наклон, 45 градусов ротация и 45 градусов флексия будет, вот вперед, да. Вот в этом приеме, вот в этот момент происходит прием, но к нему надо подогнать голову амплитудно вот так вот. Раз, расслабился и вот. Yes. Теперь, если, то есть я вот так держал. Если Атлант, ой, в смысле, седьмой позвонок, вон туда прям целимся, да, сначала прицелились, чтобы попасть у него в боковую, поперечный отросток. Раз, раскресили голову. Эта рука фиксирующая, она не шевелится. И туда. Раз. Если второй позвонок, ну, давайте представим, что здесь он выпирает, да. Можно руку не так ставить, а вот так вот поставим на него и толкнем. Чтобы был лучший толчок, упор делаем в плечо и за затылок я толкаю вот туда. То есть я вытягиваю череп и в освободившееся место заталкиваю второй позвонок. То есть наша цель опять, да, вот он сместился, поднять череп, довернуть, поставить и вместе они вернутся обратно. То есть в ту же сторону, куда он и выпирает. Тянем, тянем и вот такой толчок. Что за хрустнуло? Этот зуб ударился. А, зуб. Да, предупреждаем, чтобы череп сомкнули. И когда подходим к второму и атланту, самый под черепом они, да, находятся, там только ротация. То же самое правило. 45 градусов сюда, 45 градусов ротация и 45 градусов флексия. Получается, вот нос лежит на оси позвоночника, да. Вот в этот момент производим ротацию. Аккуратненько. Если этого недостаточно, в этой позиции не получается на флексию, тогда делаем на экстензию, назад голова. Двигайся сюда. Я тебя держу. Так, чтобы плечи были вровен с краем стола. Вот, все-все-все, хватит. Опускаем мягко голову. Она может немножко провисеть, растянуться. Захват такой же. Даже можете, знаете, как, в боковой отросток упереться вот эта косточка своей, вот туда, чтобы его еще довернуть, докинуть. Предплечьем, получается, в висок. Толкаем. Вот, присели. И вот туда. Крутанули. Возвращайся назад. И еще вот такой вот приемчик. Челюсть. Через его челюсть, получается. Ну, в принципе, то же самое. Только вот через челюсть. Дай ему второй позвонок, на этот угол поймать. Когда он расслабился. И... Вот туда, такой же уголок. Так. Ну, у того, у кого шея гибкая, у меня был парень, эктоморф. Он практически голову клал себе на грудь. Так, ухом сюда. Практически до такой степени. То придется тогда апплитуду делать сразу большую. Вот, раскатали. Почувствую, как он расслабился. И еще раз. Продолжение следует...